МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потом резкий подъем, и подъем продолжается. Одновременно с этим растет эгоизм. Одновременно с этим люди становятся более мрачными, более нетерпимыми, нетерпеливыми. Естественно, что они не могут, не могут по-другому себя вести. У них сшибает голову. У них, что называется, я слышал, так едет крыша. Да. Подэчторка, если что-то. Да. И поэтому вот так вот они себя ведут. Они не сознают себя в этот момент. То есть если что-то против моего желания, я его готов убить, стереть, убрать. Вот чтобы исчез. Да, вообще это страшно дело. И это непосредственно и самое сильное действие давления изнутри меня, моего эгоизма. Причем он так меня захватывает и таким образом заставляет действовать, что я в этом, я уже ничего не помню, ничего не понимаю. Я просто действую. То есть запретами тут мне не поможет. Мы дошли до такого состояния, когда эгоизм не уравновешивается никаким разумом. То есть разум падает под воздействием эгоизма возросшего. Он занимает его место. И все. И только он существует. И он меня толкает на все. Вот все. Ты смотри, как действуют арабы. Берет нож, замужняя женщина, мать. Маленькие дети дома и все. Нету инстинкта материнского. Идет убивать. Так же зомби. Вот идет, вот так вот убивать. Встала и пошла. Все. Вы хотите это сравнить с тем, что... То же самое на дорогах. Абсолютно эгоизм, моногоизм. Неважно с какой стороны и как. То есть он поднялся во мне и все. И я движусь только им. Вперед. Вот это очень интересно. Да. То есть это неважно. Или выходит с ножом, или с машиной. Я должен его убить. То есть программа вот такая. Убить, убить. Неужели программа есть? Убрать с моего пути. Да. Да, вот так вот. Убрать с моего пути. А я вижу, как люди обгоняют друг друга. Как они подрезают друг друга. Как они... Причем на ровном месте. Никуда может не спешить. Но если кто-то вместо меня, все. Очень интересная статистика. 25% водителей проигнорировали знак стоп. 15% водителей проскочили красный знак светофора. То есть вот это вот работает, скорее всего. То есть они не могут ни ждать, ни кого-то пропускать. Только 9% причиной дорожного транспортного происшествия стало повышение скорости. Вот интересно. Да. Потому что скорость... Сегодня такие машины, что это дело не в скорости. Скорость, это как бы по оплошности. А вот когда я проскакиваю, красный, не даю, подрезаю, все. Вот это... Так, вопрос... Что делать? Что делать? Вопрос вечный. Откровенно? Ну... Будем хоронить. Таки будем хоронить. Да. Пока не исправим эгоизм, ничего не сделаем. Будут погибать на дорогах больше, чем во всех войнах. Если ты посчитаешь все войны Израиля, я думаю, что на дорогах погибло намного больше людей. Конечно. И ничего с этим не сделаешь. Убивать эгоизм надо, иначе эгоизм будет убивать нас. И это не только на дорогах. Это везде, если бы мы посчитали, что эгоизм делает нам повседневно, мы бы ужаснулись. Раз тоже ужаснулись. То есть вы говорите так, вот это зло надо осознать, и тогда с ним можно начинать работать. И только лишь. Ничего не поможет. Ничего. Понятно. Будем сталкивать друг друга в пропасть, уйди с дороги. Так и политики, и все. И все, все, все так будет построено и дальше, пока мы каждый себя под воздействием правильного воспитания не очистим от своего эгоизма. Спасибо. Спасибо. Спасибо.